Добрый день, дорогие мои! Пришло сообщение, что на сайте Кенишемской епархии появилось сообщение о том, что отца Иоанна Нике из Чихачева окончательно лишили сана. Прошел общецерковный суд, и написано, что патриарх московский Кирилл утвердил решение общецерковного суда о лишении сана отца Иоанна Нике. Пишут, что это прискорбное сообщение, но я лично не вижу в этом никакой скорби и прискорбия, потому что это было обязательно должно было случиться. Так как вся эта история началась, конечно, не с Кенишемской епархии, а началась с митрополита Ивановского и Кенишемского. Тут три епархии он объединяет, Иосифа. И теперь я знаю, почему она началась. Когда все это началось, я не все подробности знал, но митрополит обидчивый, митрополит мастительный, и поэтому он отреагировал на некоторые мнения якобы о нем, которые ему передали из Чихачева. Я не знаю, были ли эти мнения, не были ли эти мнения. Я-то видел на снимках, что он когда-то сам приезжал, служил. Я от отца Иоанники ничего не слышал отрицательного ни про епископа Кенишемского, ни про митрополита, ни про патриарха. Я это уж честно хотелось бы, может быть, услышать как бы в подкреплении некоторых своих мыслей, но он об этом честно никогда лично со мной не разговаривал. И я не могу подтвердить некоторых слова, что он о митрополите плохо отзывался. Но случиться все равно это должно было быть. Потому что, посмотрите, здесь, если общецерковный бы суд не утвердил решение епархии, то получается вся вот эта цепочка власти, где властвующий епископ, властвующий митрополит, она рушится. Она заводит их в тупик, потому что после этого ты все время будешь опасаться, как гнать кого-то еще и опасаться, что при этом гонении поднимется такая буча, что еще и утвердит, что ты не прав. То есть если сейчас утвердить, что они не правы, то это для них полный, можно так сказать, конец. Поскольку желающий предъявить им претензии и объявить, кто они такие, очень много. А теперь очередное произошло. Больше того, это должно было произойти, потому что у патриарха ближайший помощник – это тот, у кого наш теперешний митрополит был келейником. Те, кто в этом разбирается, понимают, что это значит. И поэтому еще и это не утвердив. Рушишь всю мощь митрополита, у которого там мохнатая рука в патриархии. А ему, кроме этой мощи и на страхе, который он распространяет, лишая сана одного, другого, уже я даже не знаю, сколько человек в Ивановской епархии лишены сана, уведены в запрет. Я только знаю, что десятки храмов стоят брошены, никого служить поставить невозможно, не хватает. И семинария в этом году не набрала, как я понимаю, никого. Ну или один-два человека, что ли. Ну мне сказали так, что там подали один или два человека, и ее, в общем-то, не будут в этот раз открывать. Вот чего добили с этими страхами. Что духовности стало больше в Ивановской епархии, от того, что всех гнобили, всех, кто хоть что-то чуть-чуть голову свою поднимет, сразу в запрет, в лишении сана, и еще и уголовные преследования. Вы помните, там батюшку одного аж посадили за то, что он высказывался. Ну, правда, спровоцировали с ним драку, это явная провокация была, но так как все-таки суд-то в Иваново, а тут и митрополит, и все такое, то посадили, сидел. Поэтому я ничего прискорбного не вижу, поскольку прискорбно сейчас оставаться с этими руководителями им в услужении. Вот что прискорбное. Я знаю, что огромное количество священников проживает в этом прискорбии. То есть служат, понимают, что им приходится унижаться, им приходится, значит, недостойным людям служиться, служить с этими недостойными. А куда денешься? А куда денешься? Во-первых, священнику трудно вообще после того, как он выведен в запрет или лишён сана, устроиться на работу, поскольку некоторое давление обычно идёт. Вот отец Вячеслав в запрете 20 лет, Волченков, недавно ему прислали продолжение запрета ещё на три года. За что? За что? Я могу напомнить, за что? Он первый раз, когда залезли к нему в храм грабить, выбежал, его избили, сломали ногу, сломали рёбра, и, в общем, покалечили, сделали инвалидом. И второй раз, через пару лет, или через сколько-то там, опять залезли, он не вышел. Ну, то есть, вышел, услышал, попытался позвонить куда надо, а это далеко, кто там. Ну, и в конечном итоге его за то, что он неправильно отреагировал, а как может отреагировать человек, которого первый раз сбили люди, причём в форме, в некой такой, как бы, правоохранительной, с автоматом, с машиной, вот, грабили храм, как он выбежит, как этот. За это ушёл в запрет, 20 лет сидит. 20 лет. И только потому, что не согласился, что, а за что, вот, как я понимаю, на созидании спросил, а как я мог выбежать и опять быть покалеченным или убитым. Но дело-то не в этом. Значит, давайте ещё раз рассмотрим. Есть устав, есть положение о церковном суде, есть общее православное понимание, что такое сан, как его снимают и снимают ли его вообще. И я начну с того, что по уставу церкви должен быть указ патриарха, что вот такой-то по решению церковного суда лишается сана. Все, мы с вами знаем сейчас, те, кто лишён отец Сергий, там отец Владимир, сын отца Владимира, они такие указы получили. Потому что решение суда по уставу, оно ещё не выносит решение о лишении сана. То есть, да, оно есть. Утвердит суд, что оно прошло, это решение патриарх просто обязан. Там положение получает, что суд идёт-идёт, в конце читает решение и весь этот суд патриарх, и утверждает, что да, суд прошёл. Но это ещё, да, что он лишил сана. Вот, он прочитал, он понял, что суд прошёл правильно, что вот его решение суда есть. Но это решение суда. А не решение патриарха. По уставу должно быть решение патриарха. Без решения патриарха решение суда ничего из себя не значит. Утверждение решения суда, поскольку верховный, как бы, судья, верховного этого суда, нашего общецерковного суда, это ещё ничего не значит. Поэтому всё равно надо ждать указа патриарха, только после этого будет поставлена точка. Но Ивановская епархия, там информацией руководит Андрей Ефанов, она запросто может это выдавать, как за лишение сана Ивановской епархии, кенишемской епархии. При этом они могут после снять, сказать, да, мы ошиблись, вот это, но они скажут, Андрей Ефанов опять ошибся, вы помните, как он клеветал на батюшку и в телевидении, где при этом сам имеет две жены, одну жену бросил во время уже священнического сана, сам весь погряз во всяких этих проблемах, но так как он может вот такую штуку сотворить, он в епархии держится. Держится. Поэтому на самом деле даже официально по уставу церкви никакого лишения пока нет, не произошло. это всё решение суда. Сообщение Ивановской, Кенешемской епархии тоже ещё не лишение сана. Но давайте посмотрим ещё на лишение сана по-другому. Ну, кстати, я вот так живу без указа, Андрей Дьякон Кураев живёт так без указа, так что ничего страшного и нет. Но давайте посмотрим вообще на сан и как он даётся и можно ли его снять. На самом деле есть понятие непроходимости, непреложности, неснимаемости сана. И большинство православных церквей его придерживаются. Это только в русской православной церкви, ещё, по-моему, в двух есть такое понятие, что как бы сана сняли, но они-то, когда объясняли в уставе всем остальным, что это у нас такое понятие, мы лишаем права служить его у престола. Сан в этом случае как должность определяется при храме, и мы вот лишили его должности. Вот и всё. Большинство церквей, православной церкви, не признают никакого лишения сана. Там есть пожизненные или вечные, как хотите сказать, запрещение служения у престола. То есть в церкви ты не войдёшь в официальный и не можешь служить. А сан так же, как крещение невозможно снять. Вот такое понятие есть. И поэтому я именно так это и сознаю. Мне неоднократно говорили, а ты напиши в Константинопольскую церковь. И она утвердится никакого, потому что у неё вот именно такие понятия. Или на общий какой-то там напиши архиерейский собор или церковный собор, и они скажут, что ты прав. Но я-то и так знаю прав. Но отца Ионики есть ещё одно понимание. И оно меня устраивает. Он говорит, Бог-то сана не лишает. И я думаю, что он это душой чувствует. Что ты в сане, что ты обязан, что ты несёшь людям, что ты даёшь что. А что сан даёт? Какое право? Таинство совершать? И если он не признаёт снятие сана этой церкви, то он может совершать и дальше таинство. Это уже наше дело. Верить или нет, действует его таинство или нет. Я-то верю, что действует. Для меня абсолютно никакой разницы, что там эти люди порешали и зачем это им нужно, поскольку я их духовными это не считаю. То есть и самое-то интересное, что сами-то священники, которые в этих судах сидят именно так же и думают. Я вам скидывал случайную запись там одного из членов епархиального суда. Ну и что? Если он сам понимает, что всё это цирк с конями, то какое же это лишение сана. Поэтому те, кто любит отца Иоанники, я думаю, и не раз любят никогда. Те, кто от него получил дух, благодать, жизненные основы получил, а это миллионы людей, миллионы людей. За столько лет служения, с 1948 года он служит просто в этом месте он служит, забыл, с какого, там есть у меня в роликах, я-то с ним знаком, получается, 28 лет. Вот за эти 28 лет эти толпы, толпы, и в основном довольных людей, которые утверждают, что вся жизнь была ими поставлена, им поставлена для них, и это миллионы людей. И поэтому у меня вообще вопрос, я уже его неоднократно задавал, кому это выгодно, кому нужно в церкви вот такой раздрай и такое внутреннее недовольство прихожанами. Ведь вот в Чихачёво и к другим вот таким, к отцу Владимиру ездили, можно так сказать, самые верные прихожане, поскольку куда-то в деревню, куда-то к старцу, на какую-то ночную службу можно приехать только очень верующему человеку, очень верующему человеку, и они ехали, это верующие люди. Больше того, я скажу, что этим людям только такое православие и спасительное, они некоторые действительно находятся в состоянии болезненном, находятся в состоянии раздрая какого-то и так далее. И те службы вот такие унывно простые, в которых нет концентрации служения, нет концентрации молитвенности и желания, те, которые они видят в некоторых храмах или там служение купленных священников, они там места свои покупали и служат потому, что приближённые или ещё что-то, оно же не даёт вот этого, что может давать то, что, например, даёт Чехачёва. Я скажу так, что люди туда ездили, ведь запрет начинается с решения епархии, в общем-то, как бы вот такое их сугубое лишение сана произошло уже, когда произошёл решение епархиального суда, поэтому, в принципе, то уже храм два года, как у него не служит основной храм, кстати, жуть, что с ним происходит, все там плакали, что плохо, поскольку он его как бы содержит не лучшим образом, а сейчас вообще никак не содержит, время от времени приезжают, он стоит сырой, он стоит плесень, ну, в общем, там и народ не ходит, когда там открывает этот храм, священник, которому поручили. Я вообще восхищён терпением этого священника, которому надо ещё поехать, что-то послужить, когда тебя тут никто это. Но батюшка службы ведёт, и я думаю будет вести, в общем, я думаю, что бы там ни было, даже указ, если выйдет патриарха, он служение продолжит. Мне очень будет жаль, если он уедет. Я, насколько знаю, есть несколько предложений, куда он может уехать, и где, грубо говоря, плюнут на то, что решила Русская Православная Церковь. Но дай Бог, чтобы здесь пока оставался, и дай Бог, чтобы патриарх всё-таки указ свой не выпускал. Не выпускал. А все эти надписи и буквы на Ивановской епархии, на Кенишенской, на сайте Кенишенской епархии, всё это так, всё пока от Лукавого, как говорится, хотя вся эта история от Лукавого, я вам честно скажу, честно скажу. Имя священника, этого священника, уже не стереть, он уже записан, уже невозможно никакими лишениями, никакими этим, тем более их доводы, абсолютно удивительные, желания заработать на этой общине, а не получить достойное там служение, это, конечно, стоит само по себе. Но в такое время мы живём. Вот в такое время любить свою церковь наиболее ценно. Видя то, что происходит, я вам как-то рассказывал, что есть такая притча, мне её рассказал тоже один священник, теперь он епископ, говорит, один служил в сельском храме и был уже в возрасте человек, и вот он решил в священники пойти, а служил алтарщиком, а священники знали, что в епархии творится чёрти что, там и пьют, и гуляют, и что хочешь, там, и должности продают, значит, и он сказал, что я поеду рукополагаться, а они его отговаривают, они его полгода отговаривали, год отговаривали, в конечном итоге он сказал, всё, у меня возраст, я поеду рукополагаться, уехал, уехал, приезжает через полгода рукоположенный, всё, священникам, и священники приходские говорят про себя, а как, либо он смирился с этими, что они там пьют, гуляют, значит, либо он с ними начал пить, гулять, и он теперь такой же из епархии вернулся, как нам к этому относиться, и они так с ним служат, глядят, служат правильно, всё как бы так и достаточно благочестиво, и они тихонечко всё-таки ему говорят, слушай, батюшка, а как же ты в епархии жил, где ты там жил? Да, я жил при епархиальном общежитии, они, значит, он всё видел, всё видел, значит, батюшка, а ты видел, как там живут? Ой, жут, как живут, твой епархии, пьёт, гуляет, в общем, всё, всё, что хочешь, делает, они говорят, а как же ты рукоположился? А он говорит, я посмотрел и думаю, раз уж такое творится, и при этом церковь жива, значит, точно в ней есть Бог, поэтому мы с вами должны осознавать, что раз уж такое творится, и церковь жива, значит, точно в ней есть Бог, и это время нам испытательное, очень испытательное, мы сейчас должны доказать, что любим Россию, любим Русскую Православную Церковь, любим Православие, чем доказать? Своим благодушием, не надо, ни в коем случае, не возбудитесь, это лукавому нужно, чтобы вот возбудились, вот войну начали, вот кляузничать дальше продолжили, друг на друга, нет, я вас уверяю, отец Иоаннекий от этого сильно не расстроится, от того, что произойдет, я лично вообще не расстроился, еще раз повторяю, мне больше жалко сейчас тех, кто сослужит всем этим митрополитам и епископам, отцу Иоаннекию долгих лет, всем крепости и радости и благодуший, здоровья и всем радости, аминь. и Субтитры создавал DimaTorzok